Убрать нельзя оставить. 8-9 тысяч тонн смеси из песка и соли высыпаются на дороге района за зимний период. Часть вывозится с талым снегом, остальное убирают с приходом весны. Техника иностранная, рабочие, отечественные. Вся уборка разбита по этапам. Работают в ночь комбинированные дорожные машины. Они производят очистку покрытия асфальтового всей площади, сметают и моют проезжую часть, тем самым сбивая весь мусор, песок, приладковую часть дорог. И затем запускаем подметально-уборочную машину прицепного типа «Бродвей Синьор-2000». У Синьора задача непростая – очистить город от смета, то есть убрать остатки мусора и песко-соляной смеси. Щетки сметают мусор в кузов, дорога параллельно поливается водой. Машина движется по определенному маршруту. Сегодня это улицы Березовая, Советская, Школьная и проспект Ленинского комсомола. Затем в дело вступает вторая машина – пылесос, вакуумный. Машина втягивает в себя остатки мусора, которые не сумела собрать первая. Там стоит турбина, создается вакуум и пыль с дороги собирается. Резиновые трубы там. И в бункер, естественно. Хорошая машина, конечно. Жалко, что в городе мало таких машин. Нам бы побольше, и город был гораздо бы чище. Алексей Борисович сделает еще не один круг по заданному маршруту, чтобы полностью очистить дорогу. Вот только при работе тяжелая техника постоянно встречает препятствия на своем пути. Одной из основных проблем при уборке улиц – сотрудники Дорсервиса называют большое количество автомобилей, припаркованных вдоль тротуаров. Они не дают возможности убрать мусор, скопившийся около дорог. И если на Березовой и Советской улицах, где стоят знаки, запрещающие парковку, да еще и курсирует система Паркон, уборку можно производить беспрепятственно, то на Советском проезде даже днем, когда в дворах много свободных парковочных мест, автомобили выстраиваются в одну длинную шеренгу. Здесь в почете ручной труд. Работа идет полным ходом, до конца месяца нужно все убрать. Далее – нанесение разметки и покраска тротуаров. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ.